Стол переговоров слишком узкий для всей широты проблем. Участники мусорной реформы спустя почти год ее реализации, как будто в первый раз обсуждают, как нужно работать. После режима ЧАЭС, прокремевшего на всю страну, пришла пора говорить обиды в лицо. Сегодня тратить бюджетные средства на уборку этих площадок только потому, что управляющая компания или региональные операторы не в полном объеме или не в полном объеме оказывают свои услуги населению, мы просто юридически не имеем права. Физически не могли другие. Полигон на время прекращал доступ к мусоровозам из-за долга рекуператора. Рекуператор настаивает на неудобном графике полигона до 8 часов вечера. Обсуждали проблемы, по сути, только вейчане. Слово других веса не имеет. Вопросы, в принципе, решаются, но очень сложно. Какие-то договоренности так до сих пор между рекуператором и владельцами полигона не исполняются и приходится работать в рамках, наверное, сейчас судебных решений. По Заринскому полигону каждые сутки нам сбрасывают все эти фотографии и все остальное. То есть мы выезжаем, там все чисто. В момент, наверное, есть какие-то моменты, когда там контейнера полные, но такая же ситуация изначально вкладывалась и в Бийске. Вот только о переполненных баках Заринска говорят еще с лета, но, видимо, Минстрой уже готовится ко всему. Впрочем, самое очевидное, в виде мусорных гор проблема у городов одна – недостаток контейнерных площадок. С учетом долгов населения, кредитов на технику, рекуператор не видит ее решения. На сегодняшний день, с учетом сглаживания, наш тариф является планово убыточным. И в таких условиях получить кредитование адекватное размеру сглаживания просто не представляется возможным. Впрочем, на следующий год рекуператоры могут подать документы о пересмотре тарифа и обосновать повышение. Сейчас в Бийске с человека берут 36 рублей. А пока новые контейнеры купит муниципалитет. Сейчас в городе их 900, нужно еще около 100. Правда, город сможет взять лишь 20. На большее в бюджете нет денег. Но и это должно стать одним из путей выхода из кризиса, который озвучила мэрия. Другим – пункт взвешивания машин. Но он появится не раньше января. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.